Немножко грешна. Да, так вот, Венера в Скорпионе имеет магическую траву, она называется эстрагон или тархун. Тархун это магическая трава, эстрагон и тархун это одно и то же, эстрагон или тархун это трава Венеры в Скорпионе. Так что вам нужно, если у вас Венера в Скорпионе, вам нужно раздобыть эту траву, она приправа, например, на Кавказе эстрагон добавляют почти во все блюда. Это фирменная, одна из фирменных приправ на Кавказе, кавказской кухне тархун, не в смысле напиток тархун, а именно как трава, да, как трава. И вот тут я усматриваю поразительное совпадение с медицинской астрологией. Давайте вспомним, что такое Венера в Скорпионе, хорошо ли ее там иметь, с точки зрения медицинской астрологии. Не в сторону диабета, а в сторону того, что в Венере быть в знаке Скорпиона в любом случае, мы знаем, нежелательно. Все верно. Не только потому, что грешна, матушка грешна, а потому что высока вероятность, высока вероятность, я сейчас про женский гороскоп, возникновения различных гормональных нарушений. Так называемая злая Венера. Злая Венера, а я вам много раз говорил, какая связка должна быть по медицинской астрологии. Злая Венера равно злые яичники, а они начинают бомбардировать гормонами и грудь, и все остальное. То есть вот иметь злую Венеру опасно, опасно. Конечно, это не эстрогены, эстрогены, эстрогон. Там одна буква только отличается. И поэтому, поэтому нам всем, у кого Венера в Скорпионе, надо обратить повышенное внимание на эту траву, которая называется Тархун. Кстати, эта трава полезна, полезна именно с точки зрения того, чтобы половая сфера работала как часы. Вернемся к Кавказу, вернемся к Кавказу. Меньше всего работы у эндокринологов именно по половым гормонам на Кавказе. На Кавказе эндокринологи в основном занимаются щитовидкой. Щитовидкой. Потому что там горные жители, и в горах йод, и все такое. Ну, зобы, это там часто. А что касается половых гормонов, и у мужчин, и у женщин. На Кавказе проблем нет. Нет проблем. И поэтому и с деторождением там нет проблем. Ну, они бывают, но намного реже, чем у нас, в нашей популяции. Намного реже, чтобы там на Кавказе какая-то семья не могла родить ребенка. Они употребляют Тархун с детства и всю жизнь. Тархун сопровождает всю жизнь Кавказа. А это трава Венера в Скорпионе. Так что выводы, которые мы должны с вами из этого сделать, они вполне очевидны. Но, между прочим, вот запах у нее тоже такой весьма и весьма. Да, и очень сильный, и ты этот запах ни с чем не спутаешь. Запах Тархуна, он настолько характерен, что ты его ни с чем не спутаешь. Вот какая информация у нас есть об этой траве. Вот это растение так и называется пряноароматическое. То есть тут и запах, и пряность. Пряность это все, что в пищу добавляется. И запах, и пряность. Пряноароматическое растение. Причем, оказывается, это сорт полыни. То есть Тархун, он ближайший родственник полыни, но в отличие от самой полыни, не горький. Потому что полынь, она горькая, а Тархун, Тархун лишен горечи. Родина эстрагона Тархуна Монголия. Ну, не Кавказ, а Монголия, родина Тархуна. Но в России его выращивают с 18 века. С 18 века, ну и добавляют, добавляют во все виды пищи. Во все виды пищи. А еще известно, что это мочегонное средство. Мочегонное средство. То есть, если заварить эту траву, то это такой, получается, природный диуретик. То есть, природное мочегонное средство. Мочегонное это вообще всегда неплохо, потому что иногда полезно все шлаки интенсивно выгнать из себя. Но, разумеется, такое природное, а не лекарственное мочегонное. Лекарственные препараты, они вредны, мочегонные. А вот если какой-нибудь травкой себя погнать, ну то есть, чтобы почаще походить в туалет, это неплохо. Это неплохо, потому что это очистка организма. И вот как раз настой эстрагона, он обладает вот этим естественным мочегонным эффектом. Так что Венера в Скорпионе. Перехожу к Юпитеру в Скорпионе. У кого Юпитер в Скорпионе? Ваша трава Барбарис. Ваше растение магическое Барбарис. Неужели ни у кого нет Юпитера? Это же хороший Юпитер. Один из показателей богатства. У вас тоже в Скорпионе? Видите, как хорошо. Вам надо Барбарис раздобыть, раздобыть Барбарис, чтобы Барбарис был у вас в доме. А Юпитер в Скорпионе, его магическая трава Барбарис. Причем, смотрите, какие красивые зеленые листочки и такие вот классические красные Барбарисовые ягодки. Скажите, а в пищу Барбарис Тарпун, понятное дело, а в Барбарис, в крапиву или в лесах, да, пищу используется. Да, пищу используется и содержит много полезных веществ. Причем, вот Юпитер, мы с вами знаем, это планета печени. И вот как раз о Барбарисе известно, что он делает. Он способствует сокращению мускулатуры матки. Юпитер в Скорпионе. Скорпион это же половые органы, это матка. И суживает сосуды матки. В народной медицине Барбарис использовали при маточных и особенно послеродовых кровотечениях. Бывает так, что иногда именно кровотечение, которое возникает либо в процессе родов, либо уже после них, оно может убить женщин. Потому что вот эти вот кровотечения послеродовые, они бывают особенно тяжелыми и неостановимыми какими-то. То есть как будто организм женщины включил программу на самоуничтожение. Вот вы слышали в сказках, часто вот такой сюжет бывает, родила царица, нет, когда царица осталась в живых. Я имею в виду другие сказки, где родила и от счастья померла. Так вот она не от счастья померла, а от послеродового кровотечения. Причина смерти, когда вот сразу родила и умерла, это как правило было подвердовое кровотечение. А что делает Барбарис? Юпитер, большое счастье для скорпиона. Юпитер сокращает матку и суживает сосуды. То есть кровотечение сразу прекращается. А еще он улучшает отток желчи, то есть способствует улучшению оттока желчи и применяется при заболеваниях желчного пузыря. Желчного пузыря. Ну, собственно, коллеги, вот то, что я вам сейчас озвучил, вот тут вот и написано, что маточные кровотечения в послеродовом периоде, это страшная вещь, а они не останавливаются. Очень трудно останавливаются. Как будто бы женщина решила умереть. И это очень опасно. Ну, и вот при заболеваниях желчного пузыря используется тоже Барбарис. Плюс он очень красивый, очень красивый. А теперь к вопросу о богатстве Юпитера. Дело в том, что в середине 19 века в Лондоне была учреждена торговая марка, вот как сегодня мы обратили внимание слово эстрагон, название травы, и Венера в Скорпионе гормоны эстрогены, практически одно и то же слово. А вот еще одно очень близкое совпадение, Барбарис и лондонская торговая марка Бербери. Кто слышал об этой торговой марке? Она была учреждена в середине 19 века, еще в 1800, ну, давно это было, в 1856 год. Юпитер как раз в том году, когда вот человек, эту марку основал один человек, он открыл маленький магазинчик, и производство все начиналось вот с мелочи, как вот я адерологам рассказывал об истории успеха Коко Шанель, которая тоже начинала с маленького магазинчика в Париже. И то открытого на деньги ее любовника, потому что у нее у самой денег на аренду не было. А потом разрослось вот в такое вот. И Бербери так же. Бербери придумал один человек, который вот имел интерес к стилю и моде. А Бербери и Барбарис, если вы посмотрите, там отличие всего в одну букву. То есть, если Барбарис написать по-английски, то это вот Бербери и Путин. Только вот вторая буква там будет другая. И Марка, она неожиданно встала. Вот неожиданно даже для своего создателя резко пошла в гору. И на сегодняшний день бренд Бербери, а это уже бренд всемирный, его фирменное отличие клетка. Они выпускают одежду, очки, сумки, перчатки, аксессуары. Но обязательно все это в клетку, это их фирменный стиль. И так вот со стороны посмотришь, ну ничего такого сверхъестественного. Ну подумаешь, клетка у других тоже бывает клетка. А за что такие деньги? Бербери одна из очень дорогих марок. И любое изделие этой фирмы, любое, возьмите там рубашку, костюм, юбку и так далее, при сравнении с аналогами в десятки раз дороже стоит. В десятки раз дороже. То есть Бербери это получилась марка для богатых, и я бы сказал очень богатых. Очень богатых, поскольку цены на все изделия марки Бербери, они очень высоки. Юпитер в Скорпионе. Вот совпадение какое. Барбарис Юпитера в Скорпионе, это же богатый, если не сказать богатейший Юпитер. Скорпион как восьмой дом гороскопа. И в общем, крайне повезло. Этой марке крайне повезло. Я повторюсь, что ничего такого сверхъестественного, чего нет у Шанели или у других крупных производителей, у Бербери нет. А почему-то любое изделие должно стоить в десятки раз дороже. То есть как Барбарис-то им помог Юпитер в Скорпионе, поэтому возьмите себе Барбарис на заметку, а те, у кого Юпитер в Скорпионе, у вас Барбарис должен обязательно появиться дома. Появиться должен в том или ином виде. Ну и хотя бы, если не Барбарис, то сумка Бербери. Сумка Бербери. У кого сумка Бербери? Видите, как хорошо. Так что вы уже с Барбарисом. С Барбарисом. Неплохая. Я не скажу, что она плохая. Но при объективном взгляде вопрос, почему оно должно так дорого стоить, ответ не очевиден. Да, ответ не очевиден. Да, 1856 год. Ходил человек и решил, вот Барбарис придуман, придумать торговую марку Барбарис. И, как говорится, попал в яблочко.